Каждую секунду В аэропортах мира садятся и взлетают несколько самолетов Каждый день над землей пролетает около 30 тысяч пассажирских авиалайнеров За год только российские авиакомпании перевозят около 65 миллионов пассажиров Люди предпочитают самолеты другим видом транспорта для путешествия на большие расстояния Это быстро и удобно Авиация это самый безопасный вид транспорта, это все знают Но больше того, это один из самых безопасных процессов жизнедеятельности человека вообще То есть нету сегодня ничего такого, в чем можно поучаствовать, что было бы безопаснее, чем полететь на самолете Причем везде, неважно где, неважно в какой стране, неважно на каком самолете Поскольку это глобальная структура Субтитры создавал DimaTorzok Современные авиалайнеры – одни из самых сложных машин, созданных человеком Прежде чем самолет примет на борт первых пассажиров, сотни специалистов проверят его по множеству параметров Учтут такие детали, о которых простой пассажир даже не задумывается Есть так называемые нормы ледной годности Где нормируются, какие отказы, какую особую ситуацию могут вызвать И, например, вероятность отказа техники, которая вызывает катастрофическую ситуацию Очень маленький это порядка, если вероятность на области, говорит 10 минус 9 степень То есть техника проектируется таким образом, чтобы фатальных отказов не было Но есть люди, у которых мысль о необходимости авиаперелета вызывает страх Они боятся даже войти в самолет Во всем мире их около 20% Тех, кто никогда не поднимался на борт воздушного судна Эти люди – аэрофобы Здравствуйте Здравствуйте Я Алексей У меня очень приятно Ну что, Жень, будем учиться летать? Попробую Аэрофобия не просто страх Это первобытный, почти животный ужас, который испытывает человек Перед гигантской летательной машиной, высотой или возможностью катастрофы Не один, а целый комплекс разных страхов И проявляется он, даже если аэропорт находится на экране проектора Сейчас вы находитесь в стереокинотеатре, по сути Вот, с небольшими дополнениями, скажем так Вот, ваша задача – это попытаться вжиться в происходящее так, как будто бы все это происходит сейчас с вами Мозг аэрофоба работает иррационально С одной стороны, впитывает всю информацию об авиакатастрофах Это убеждает аэрофоба в опасности полета С другой, блокирует любые данные, которые могут опровергнуть это заблуждение Именно поэтому аэрофобу сложно отличить виртуальную опасность от реальной Задача психолога – научить пациента контролировать свою физиологию и замещать страх полным расслаблением Жень, сразу попутно вопрос Вот, стоя сейчас у гейта, и вы смотрите на самолёт Какие мысли у вас в голове? Я начинаю нервничать Нервничать почему? Ну, не знаю даже Рефлекс срабатывает? Ну, возможно Всего за один сеанс виртуальной экспозиции аэрофоб может совершить 20-30 взлётов Этого вполне хватает, чтобы прекратить активацию механизма страха Что мы можем поменять? Это образ мышления Потому что образ мышления аэрофоба, опять же, он состоит из определённых ошибок То есть самолёты всё время падают, да? И если что-нибудь случится, он упадёт Что-то такое? Это ошибка в мышлении, что-то неправда Самолёт состоит из 14 миллионов частей Понятно, что что-нибудь может случиться с каждой из них И все это прекрасно понимают То есть все, кто строит самолёт, его эксплуатируют, да? Пилотируют и так далее Они все прекрасно понимают, что каждая из этих 14 миллионов частей может И даже должна когда-то отказать И это не значит, что самолёт должен упасть камнем вниз Что удерживает самолёт в небе? Что случится, если из строя выйдет один двигатель? Или все сразу? Страх человека, который боится летать, основан на незнании Чтобы избавиться от ужаса предстоящего авиаперелёта Аэрофобу нужно как можно больше узнать об устройстве современных авиалайнеров С точки зрения безопасности предусмотрено практически всё Для того, чтобы обеспечить требуемую безопасность полётов Кажданских самолётов Нужно посмотреть, как всё это делается И у вас есть уникальная возможность посмотреть И с чего стоит самолёт И что такое вообще в общем смысле Гражданское воздушное судно Камнем вниз самолёты действительно не падают Пока у них есть крылья и скорость, это попросту невозможно Всё дело в законах природы Благодаря, а не вопреки которым летают современные лайнеры При взлёте самолёт развивает большую скорость До 350 км в час В небо его поднимают двигатели Их тяга толкает авиалайнер вперёд Но главную работу выполняют крылья Именно они поднимают самолёт вверх Создавая подъёмную силу И только благодаря крыльям и их особой форме Огромные машины удерживаются в воздухе Если посмотреть на крыло самолёта в разрезе Оно имеет форму перевёрнутой капли Когда оно рассекает воздух во время движения По верхней, выпуклой кромке крыла Воздух проходит больший путь, чем вдоль нижней А значит скорость движения воздуха поверх крыла Выше и давление ниже Медленный воздух под крылом давит на него сильнее Так как снизу создаётся более высокое давление Так во время полёта и поддерживается подъёмная сила Подъёмную силу можно почувствовать естественным в быту При движении автомобиля С увеличением скорости Выставив руку в окно Мы почувствуем всё время превращение подъёмной силы Рука начнёт подниматься вверх И при уменьшении она начинается подниматься вниз По той же причине самолёт не может упасть Даже если во время полёта у него откажут все двигатели Он продолжит движение почти с прежней скоростью Просто по инерции, как планер В подобных случаях пилоты под небольшим углом Наклоняют нос авиалайнера к земле И его разгоняет сила земного притяжения Обеспечивая необходимую для планирования скорость Главное при этом отслеживать угол атаки Птица при любых углах атаки Никогда не сорвается штупор В силу того, что крыло, крылья птицы Так же, как и перья Они все работают как единый механизм Обеспечивая наиболее оптимальное Обтекание воздушного потока Крыло самолёта должно быть расположено Под определённым углом К направлению движения Это и есть угол атаки Под которым воздух дует на крыло Чем он больше, тем больше подъёмная сила Но вместе с тем увеличивается и сила сопротивления Которая буквально сдувает самолёт Если угол атаки будет слишком велик Сопротивление ветра развернёт летательный аппарат в штопор Это угол атаки, примерно, 18-20 градусов Если больше угол атаки То у пилота будет и сигнализация заработать У него световая, и звуковая И там женские голоси будут подъезжать Ты находишься на большом углу атаки Чтобы проверить, как ведёт себя самолёт В экстремальных условиях Не обязательно подниматься в небо Испытания на устойчивость Можно провести и на земле С помощью специальных установок Аэротруп Я буду моделировать воздействие порыва ветра Воздействием воздушного потока На хвостовое переднее горизонтальное Тем самым выводя его на другой режим По углу атаки И отпустив руку Будем наблюдать его поведение Современные авиалайнеры Обладают статической устойчивостью Это свойство позволяет летательному аппарату Поддерживать обычный режим полёта Без участия пилотов На самолёт, находящийся в небе Действует множество сил Они обеспечивают его равновесие Когда порывы ветра нарушают его В работу включаются уравновешивающие силы Они возвращают самолёт на нужный угол И не позволяют ему терять скорость Реальный авиалайнер В воздухе будет ещё устойчивее К порывам ветра Чем эта модель В 10 тысячах метров от земли Атмосфера стабильнее Ветер и грозовые облака Остаются далеко внизу А воздух более разрежен Его сопротивление ниже И самолёт движется Легче и быстрее Подтверждение другим Аэродинамическим характеристикам Исследователи находят с помощью Этой аэродинамической трубы Она помогает рассчитать Зависимость подъёмной силы От силы сопротивления воздуха Силы тяжести Силы тяги двигателя Модели, заменяющие большие авиалайнеры Имеют точные эргономические характеристики Своих больших братьев Учтена даже шероховатость Поверхности фюзеляжа Иначе на испытаниях Будет получен неверный результат В основном получают Распределение давления по модели Потом это переводят в коэффициенты С помощью определённых формул и методов Потом эти коэффициенты С помощью уже известных всем давно И отработанных методик Переводят, используются уже В качестве Ну, коэффициентов В формулах динамики полёта Летательных аппаратов Полученные данные Необходимы конструкторам Для работы над новыми воздушными судами Для создания новой модели Пассажирского авиалайнера Инженерам нужно обработать Огромное количество информации Учесть опыт прошлого И даже заглянуть в будущее Это МС-21 Российский авиалайнер будущего Созданный по последнему слову техники Пока он существует только на бумаге И в виде компьютерной модели Но внутри лайнера Можно побывать уже сейчас Мы с вами находимся В макете Пассажирского самолёта МС-21 Который расшифровывается Как Самолёт 21 века И в той части Макета Который Представляет собой Пассажирский салон Макет выглядит именно так Каким его увидят пассажиры Через несколько лет Здесь всё как и должно быть В оригинальном авиалайнере Это необходимо Чтобы у инженеров Была возможность проверить Все разработанные Ими технические решения В реальных объёмах Прежде чем Спроектировать Макет Пассажирского салона Этому предшествовала Большая работа По выбору Параметров Пассажирской кабины По выбору Шага кресел По его Архитектурной Компоновке И по тем Требованиям Которые предъявляются Пассажирскому самолёту Как транспортному средству Салон самолёта Спроектирован так Что любому пассажиру В нём будет удобно По сравнению С другими авиалайнерами Фюзеляж МС-21 Значительно шире Это ноу-хау Позволило конструкторам Увеличить ширину прохода Между рядами кресел На самолёте МС-21 Выбрана архитектура Багажных полок Так называемого Ковшового типа Когда створка С багажом Открывается Снизу вверх Это позволяет Это позволяет Разместить багаж В ковше полки На уровне Человеческого роста Всех Ростовых категорий И подобрать Подобрать ось Вращение полки Таким образом Чтобы усилие По закрытию полки Было оптимальным Для всех возрастов Новейшая система Кондиционирования Будет поддерживать Влажность и давление воздуха На более комфортном Для пассажиров уровне По сравнению С существующими самолётами Если все самолёты Рассчитываются На давление 2,400 Над уровнем моря То наш самолёт 1800 Соответственно У нас будет меньше Закладывать уши При полёте Стадия проектирования Новой модели Может длиться десятилетиями В расчёт принимается Всё до мельчайших подробностей Особенное внимание К весу самолёта Учитывается даже Масса каждой гайки Чем самолёт Будет легче Тем больше пассажиров Он увезёт На большее расстояние Потом определяется Грузоподъёмность Каждого багажника И каждой секции Багажника Выводится ограничение Что в данную секцию Багажника Можно заложить Вот такое-то количество Груза Потом авиакомпании Руководствуются Данным документом Главное При проектировании Самолёта Это его надёжность В целях безопасности Все системы Обязательно дублируются Дважды А некоторые И трижды В случае отказа Одной системы В самолёте Автоматически Включается Её резервный вариант При проектировании Этих систем Учитывается Не только их размещение Но и удобство Обслуживания Вот у меня появился Ещё один отсек Носовой Мы можем посмотреть Например Допустим Мне пришла информация Что разместились Были размещены Новые блоки Какие-то Из новой системы Они вот в этой области Допустим На стеллаже Опять же стоят Я Подгружаю необходимую Мне обстановку И смотрю Например Вот у меня есть люк Через который Должен человек Попадать В отсек этот И Обслуживать Это оборудование И мы смотрим Нет ли каких-то конфликтов С другими системами Сегодня бумажные чертежи Инженерам требуются Всё реже Детали и поверхности Самолёта Создаются с помощью Математических Компьютерных моделей Для высокотехнологичного Производства Чертежи тоже Не потребуются Электронные модели Загрузят станки Как обычные файлы Вот эта теоретическая модель Носовой части Фюзеляжа Крыла Оперения И Маршево-саловую установку Эти модели Потом передаются В отдел Или КБ Или на производство На завод По этим Теоретическим контурам Изготавливаются Детали самолёта И Потом Всё собирается Выходит на сборку Кабины экипажа Проектируются С помощью Новейшей Компьютерной программы Которая самостоятельно Рассчитывает Множество разных параметров Например Как лучше расположить Кресло пилота Ведь он должен Не только легко Дотянуться До любого органа управления Но и хорошо видеть Все датчики И мониторы Проверить Проверить Насколько Программа Справилась С порученной Ей задачей Тоже можно На макете Основное Внимание Уделяется Выполнением Как современных Так и Перспективных Требований По Бедопасности Выполнения Полётов Именно Исходя из этого И размещалось Оборудование В кабине И Устанавливаются Такие системы На самолёте МС-21 Чтобы Повысить Безопасность При Взлёте Полёте И посадке Завершения Полёта Самолёта Для облегчения Полёта На самолёте МС-21 Будет установлена Опциональная Система Индикаций Для улучшенного Видения В сложных Погодных Условиях На основном Индикаторе Появляется То, что Лётчик обычно Видит При хороших Метеусловиях То же самое Появляется На основном Индикаторе В плохих Метеусловиях То есть Вот эти системы Улучшенного Видения Индикатор На вбалон Системь Синтезированы Они как бы Составляют Единое целое Обшивка Не менее важная Часть современного Авиалайнера Чем легче Материалы Из которых Создана конструкция Тем легче И самолёт Значит На борт Он сможет Принять Больше пассажиров И больше Топлива Сэкономить Однако Вес фюзеляжа Не должен Сказаться На его прочности Если всего Полвека назад Для самолётов Использовались Алюминиевые сплавы Сегодня Их всё чаще Заменяют Композиционные Материалы А не легче Алюминия Устойчивее К перепадам Температур И высокой скорости Создавая материал Мы должны понимать Мы должны реализовывать Единство И неразрывность Трёх моментов Единство Материала Технологии И конструкции Нужно понимать Как ведёт Тотальный материал Как ведёт Тайная конструкция Как себя ведут Сочетания Различных материалов Конструкции При воздействии Климатических факторов Это не теплица На крыше И не система Солнечных батарей Это лаборатория Климатических испытаний Всероссийского института Авиационных материалов Новые материалы Для обшивки Летательных аппаратов Проходят здесь В проверку Дождём Ветром И обычным воздухом Для некоторых Подобные опыты Длятся годами На примере Образца Металлических Клёпаного соединения Проходящего экспозицию Длительный срок Примерно 10 лет Видно, что На торцевой поверхности Образца Происходит расслоение Материала А на поверхности Защищённым покрытием Не происходит Повреждений Что говорит нам О защитных свойствах Также на другой стороне Представлено другое Защитное покрытие На котором тоже Только начало Очагов Коррозии Только такие испытания Позволяют выяснить Как будет вести себя Материал В реальных условиях А от этого Напрямую зависит Как долго прослужит самолёт И насколько безопасным Он будет для пассажиров Если говорить о самолёте О двигателе То там нужны Специальные Такие же покрытия Которые бы защищали Конструкцию Алюминиевый сплав От воздействия Климатических факторов Нужно защищать Полимерные композиционные материалы От воздействия Ультрафиолета Солнечной радиации Нужно защищать Допустим Лопатки двигателя От воздействия Высоких температур Как и погодные факторы Важны и факторы Биологические В этой лаборатории На авиационных материалах Выращивают Плесневые грибы Частую причину Коррозии Если образцы Пройдут испытания Материалы будут Использованы Во внутренней Обшивке самолёта Здесь вот У нас помещены В оксикаторе Образцы Здесь зеркало воды На зеркалу воды Находятся Образцы материалов После испытания Они могут приобретать Вот такой вид Это то есть Гриб Вырос на образцах После этого Мы оцениваем Их рабочие свойства В данный случай Это были лакокрасочные материалы Здесь оцениваются Адгезия и удар Кроме прочности Лёвкости Внешние и внутренние Обшивки современного самолёта Обладают ещё одним Важным качеством Материалы Из которых Они сделаны Могут блокировать пламя Вот этот образец Это сотовая панель Чаще всего В самолёте Из такого материала Делают перегородки Внутренние И интерьер Часто накладывают декор Почему используются сотовая панель Естественно Прочность та же Но материал легче За счёт сот Вот В данном случае Здесь использованы Просто соты И две обшивки Без всякого декора Сейчас учёные Работают над созданием Интеллектуальных материалов Фюзеляж из них Сам будет сообщать Лётчикам О нагрузках Которые испытывает Крылья Смогут информировать О скорости И направлении ветра А обшивка Корректировать работу пилота Интеллектуальный материал Второго рода Это как нервная система У человека А вот Интеллектуальные материалы Третьего рода Это как вот наша Мышечная Ткань Которая В зависимости От сигналов От материалов Второго поколения Приводится в движение Мы уже создали Третьего поколения Это материалы Которые В соответствии Что информация Которая приходит От материалов Интеллектуальных Второго поколения И принимает Уже решение О приведении Изменения Состояния Конструкции В пространстве Изменения поверхности Конструкции Для того Чтобы обеспечить Оптимальные Условия Обтекания Потоком Во время терапии Человек Который боится летать Не только учится Иначе мыслить Реальный перелет Самый важный этап В лечении Аэрофобии Чтобы побороть Свой страх Нужно его Пережить У каждого человека Боящегося перелетов Своя болезненная точка Во время терапии Психолог Корректирует Мышление Аэрофоба Чувство страха Исчезает Когда пассажир Начинает воспринимать Полет Как обычное дело Например Поездку на лифте Как ты сама Вот если от нуля До десяти баллов Дать себе оценку Ноль это было ужасно Десять это вот просто Мега супер Ты на сколько себя чувствуешь? Я не могу сказать Что мне было Прям совсем Не страшно В принципе Наверное Какие-то отголоски Тех ощущений Все-таки присутствовали Восемь Девять Супер Это то что должно было быть Мы ни в коем случае Не предполагали Что должно было быть Десять из десяти Потому что десять из десяти Вообще не бывает в жизни Как правило Во-вторых Фобия формировалась годами Она не могла уйти Только потому что Мы с тобой три дня позанимались То есть мы собственно говоря Может быть будет десять Но это будет со временем Когда количество полетов Перерастет в качество Пока же нужно продолжать летать Летать как можно чаще И это будет работать Спасибо Не за что Тебе спасибо Было приятно с тобой поработать Садясь в автомобиль Человек рискует жизнью Почти в сотню раз больше Чем ступая на трап самолета И дело не только в технике Но и в людях Которые обеспечивают Безопасность полетов Пилоты Стюарды Техники И диспетчеры Каждый вылет Контролирует Более сотни специалистов О том как это происходит Мы расскажем В следующем фильме Всего за один сеанс Виртуальной экспозиции Аэрофоб может совершить 20-30 взлетов Этого вполне хватает Чтобы прекратить Активацию механизма страха Что мы можем поменять Это образ мышления Потому что Образ мышления аэрофоба Опять же Он состоит из определенных ошибок То есть самолеты Все время падают И если что-нибудь случится Он упадет Что-то такое Это ошибка в мышлении Потому что это неправда Самолет состоит из 14 миллионов частей Понятно что что-нибудь Может случиться с каждой из них И все это прекрасно понимают То есть все кто Строит самолет Его эксплуатируют Да Пилотируют И так далее Все прекрасно понимают Что каждая из этих 14 миллионов частей Может и даже должна Когда-то отказать И это не значит Что самолет должен упасть Камнем вниз Что удерживает самолет в небе Что случится Если из строя Выйдет один двигатель Или все сразу Страх человека Который боится летать Основан на незнании Чтобы избавиться От ужаса Предстоящего авиаперелета Аэрофобу нужно Как можно больше узнать Об устройстве Современных авиалайнеров С точки зрения безопасности Предусмотрено практически все Для того, чтобы обеспечить Требуемую безопасность полетов Кажданских самолетов Нужно посмотреть Как все это делается И у вас есть Уникальная возможность Посмотреть И с чего стоит самолет И что такое вообще В общем смысле Гражданское Воздушное судно Камнем вниз Самолеты действительно не падают Пока у них есть крылья и скорость Это попросту невозможно Все дело в законах природы Благодаря А не вопреки которым Летают современные лайнеры При взлете Самолет развивает Большую скорость До 350 км в час В небо его поднимают Двигатели Их тяга толкает Авиалайнер вперед Но главную работу Выполняют крылья Именно они поднимают Самолет вверх Создавая подъемную силу И только благодаря крыльям И их особой форме Огромные машины Удерживаются в воздухе Если посмотреть На крыло самолета В разрезе Оно имеет форму Перевернутой капли Когда оно рассекает Воздух во время движения По верхней Выпуклой кромке крыла Воздух проходит Больший путь Чем вдоль нижней А значит Скорость движения Воздуха Поверх крыла Выше И давление ниже Медленный воздух Под крылом Давит на него сильнее Так как снизу Создается более Высокое давление Так во время полета И поддерживается Подъемная сила Подъемная сила Можно почувствовать Естественно В БТУ Значит При движении В автомобиле С увеличением скорости Значит Выставив руку В окно Мы почувствуем Все время Приращение подъемной силы Рука Начнет подниматься Вверх И при уменьшении Она начинает Подниматься вниз По той же причине Самолет не может упасть Даже если во время полета У него откажут все двигатели Он продолжит движение Почти с прежней скоростью Просто по инерции Как планер В подобных случаях Пилоты под небольшим углом Наклоняют нос Авиалайнера к земле И его разгоняет Сила земного притяжения Обеспечивая Необходимую Для планирования скорость Главное при этом Отслеживать угол атаки Птица При любых углах атаки Никогда не сорвается Штупор В силу того Что крыло Крылья птицы Так же как и перья Они все работают Как единый механизм Обеспечивая Наиболее оптимальное Обтекание Воздушного потока Крыло самолета Должно быть расположено Под определенным углом К направлению движения Это и есть угол атаки Под которым воздух Дует на крыло Чем он больше Тем больше подъемная сила Но вместе с тем Увеличивается и сила Сопротивления Который буквально Сдувает самолет Если угол атаки Будет слишком велик Сопротивление ветра Развернет летательный Аппарат в штопор Это угол атаки Примерно 18-20 градусов Если больше Угол атаки То у пилота Будет и сигнализация Заработает У него световая И звуковая И там женский голос Будет побежать Ты находишься На большом угол атаки Чтобы проверить Как ведет себя самолет В экстремальных условиях Не обязательно подниматься В небо Испытания на устойчивость Можно провести И на земле С помощью специальных Установок Аэротруп Я буду моделировать Воздействие Порыва ветра Воздействием Воздушного потока На хвостовое Переднее Горизонтальное Тем самым Выводя его На другой режим По углу атаки И отпустив руку Будем наблюдать Его поведение Современные авиалайнеры Обладают Статической устойчивостью Это свойство Позволяет Летательному аппарату Поддерживать Обычный режим полета Без участия пилотов На самолет Находящийся в небе Действует множество сил Они обеспечивают Его равновесие Когда порывы ветра Нарушают его В работу включаются Уравновешивающие силы Они возвращают Самолет на нужный угол И не позволяют Ему терять скорость Реальный авиалайнер В воздухе Будет еще устойчивее К порывам ветра Чем эта модель В 10 тысячах метров От земли Атмосфера стабильнее Ветер и грозовые облака Остаются далеко внизу А воздух Более разрежен Его сопротивление Ниже И самолет Движется Легче И быстрее Подтверждение Другим Аэродинамическим Характеристикам Исследователи Находят с помощью Этой аэродинамической Трубы Она помогает Рассчитать В зависимости Подъемной силы От силы Сопротивления воздуха Силы тяжести Силы тяги двигателя Модели Заменяющие Большие Авиалайнеры Имеют точные Эргономические Характеристики Своих больших Братьев Учтена даже Шероховатость Поверхности Фюзеляжа Иначе На испытаниях Будет получен Неверный результат В основном Получают Распределение Давления По модели Потом Это переводят В коэффициенты С помощью Определенных Формул И методов Потом Эти коэффициенты С помощью Уже известных Всем давно И отработанных Методик Переводят Используются Уже В качестве Ну Коэффициентов В формулах Динамики Полета Летательных аппаратов Полученные данные Необходимы Конструкторам Для работы Над новыми Воздушными Судами Для создания Новой модели Пассажирского Авиалайнера Инженерам Нужно обработать Огромное Количество Информации Учесть Опыт Прошлого И даже Заглянуть В будущее Это МС-21 Российский Авиалайнер Будущего Созданный По последнему Слову Техники Пока он Существует Только на бумаге И в виде Компьютерной Модели Но внутри Лайнера Можно побывать Уже Сейчас Мы с вами Находимся В макете Пассажирского Самолета МС-21 Который Расшифровывается Как Самолет 21 века И в той Части Макета Который Представляет С собой Пассажирский Салон Макет Выглядит Именно так Каким его Увидят Пассажиры Через Несколько Лет Здесь Все Как и Должно Быть В оригинальном Авиалайнере Это Необходимо Чтобы у Инженеров Была Возможность Проверить Все Разработанные Ими Технические Решения В реальных Объемах Прежде чем Спроектировать Макет Пассажирского Салона Этому Предшествовала Большая Работа По выбору Параметров Пассажирской Кабины По Выбору Шага Кресел По Его Архитектурной Компоновке И по Тем Требованиям Которые Предъявляются Пассажирскому Самолету Как Транспортному Средству Салон Самолета Спроектирован Так Что Любому Пассажиру В нем Будет Удобно По Сравнению С другими Авиалайнерами Фюзеляж МС-21 Значительно Шире Это Ноу-хау Позволило Конструкторам Увеличить Ширину Прохода Между рядами Кресел На Самолете МС-21 Выбрана Архитектура Багажных Полок Так Называемого Ковшового Типа Когда Створка С багажом Открывается Снизу Вверх Это Позволяет Разместить Багаж В ковше Полки На Уровне Человеческого Роста Всех Ростовых Категорий И Подобрать Ось Вращения Полки Таким Образом Чтобы Усилие По Закрытию Полки Было Оптимальным Для Всех Возрастов Новейшая Система Кондиционирования Будет Поддерживать Влажность И давление Воздуха На более Комфортном Для пассажиров Уровне По сравнению С существующими Самолетами Если Все Самолеты Рассчитываются На Давление 2,400 Над Уровнем Море То Наш Самолет 1800 Соответственно У вас Будет Меньше Закладывать Уши При Полете Стадия Проектирования Новой Модели Может Длиться Десятилетиями В расчет Принимается Все До Мельчайших Подробностей Особенное Внимание К весу Самолета Учитывается Даже Масса Каждой Гайки Чем Самолет Будет Легче Тем Больше Пассажиров Он Увезет На Больше Расстояние Потом Определяется Грузоподъемность Каждого Багажника И каждой Секции Багажника Выводится Ограничение Что в данную Секцию Багажника Можно заложить Вот такое Количество Груза Потом Авиакомпании Руководствуются Данным Документом Главное При проектировании Самолета Это его Надежность В целях Безопасности Все системы Обязательно Дублируются Дважды А некоторые И трижды В случае Отказа Одной Системы В самолете Автоматически Включается Ее резервный Вариант При проектировании Этих систем Учитывается Не только Их размещение Но и Удобство Обслуживания Вот У меня Появился Еще один Отсек Носовой Мы можем Посмотреть Например Допустим Мне пришла Информация Что разместились Были размещены Новые блоки Какие-то Из новой системы Они Вот в этой области Допустим На стеллаже Опять же стоят Я Подгружаю Необходимую Мне обстановку И смотрю Например Вот у меня есть Люк Через который Должен человек Попадать В отсек Этот И Обслуживать Это оборудование И мы смотрим Нет ли Каких-то конфликтов С другими Системами Сегодня Бумажные Чертежи Инженерам Требуются Все реже Детали И поверхности Самолета Создаются С помощью Математических Компьютерных Моделей Для Высокотехнологичного Производства Чертежи Тоже не потребуется Электронные Модели Загрузят Станки Как обычные Файлы Вот Эта Теоретическая Модель Носовой Части Фюзеляжа Крыла Оперения И Маршево Словой Установки Эти модели Потом Передаются В отдел Или КБ Или на Производство На завод По этим Теоретическим Контурам Изготавливаются Детали Самолета И Потом Все Собирается Выходит На сборку Кабина Экипажа Проектируется С помощью Новейшей Компьютерной Программы Которая Самостоятельно Рассчитывает Множество Разных Параметров Например Как лучше Расположить Кресло Пилота Ведь он Должен Не только Легко Дотянуться До любого Органа Управления Но и Хорошо Видеть Все Датчики И Мониторы Проверить Насколько Программа Справилась С порученной Ей Задачей Тоже Можно На макете Основное Внимание Уделяется Выполнением Как современных Так и Перспективных Требований По Бедопасности Выполнения Полетов Именно Исходя Из этого И Размещалось Оборудование В кабине И Устанавливаются Такие Системы На самолете МА-21 Чтобы Повысить Безопасность При Взлете Полете И Посадке Завершения Полета Самолета Для Облегчения Полета На самолете МС-21 Будет Установлена Опциональная Система Индикаций Для Улучшенного Видения В сложных Погодных Условиях На основном Индикаторе Появляется То Что Летчик Обычно Видит При Хороших Метеоусловиях То же Самое Появляется На основном Индикаторе В плохих Метеоусловиях То есть Вот эти Системы Улучшенного Видения Индикатор На вбалон Систем Синтезированы Они Как бы Составляют Единое Целое Обшивка Не менее Важная Часть Современного Авиалайнера Чем легче Материалы Из которых Создана Конструкция Тем легче Самолет Значит На борт Он сможет Принять Больше Пассажиров И больше Топлива Сэкономить Однако Вес Фюзеляжа Не должен Сказаться На его Прочности Если Всего Полвека Назад Для самолетов Использовались Алюминиевые Сплавы Сегодня Все чаще Заменяют Композиционные Материалы Они Легче Алюминия Устойчивее К перепадам Температур И высокой Скорости Создавая Материал Мы должны Понимать Мы должны Единство Материала Технологии И конструкции Нужно Понимать Как ведет Тотальный Материал Как ведет Тайная Конструкция Как себя ведут Сочетания Различных Материалов Конструкции При воздействии Климатических Факторов Это не Теплица На крыше И не Система Солнечных Батарей Это Лаборатория Климатических Испытаний Всероссийского Института Авиационных Материалов Новые Материалы Для обшивки Летательных Аппаратов Проходят Здесь Проверку Дождем Ветром И обычным Воздухом Для некоторых Подобные Опыты Длятся Годами На примере Образца Металлических Клепаного Соединения Проходящего Экспозицию Длительный Срок Примерно 10 лет Видно Что На торцевой Поверхности Образца Происходит Расслоение Материала А на поверхности Защищенным Покрытием Не происходит Повреждений Что Говорит Нам о Защитных Свойствах Также На другой стороне Представлено Другое Защитное Покрытие На котором Тоже Только Начало Очагов Коррозии Только Такие Испытания Позволяют Выяснить Как будет Вести себя Материал В реальных Условиях А от этого Напрямую Зависит Как долго Прослужит Самолет И насколько Безопасным Он будет Для пассажиров Если говорить О самолете О двигателя То там Нужны Специальные Такие же Покрытия Которые бы Защищали Конструкцию Алюминиевый Сплав От воздействия Климатических Факторов Нужно Защищать Полимерные Композиционные Материалы От воздействия Ультрафиолета Солнечной Радиации Нужно Защищать Допустим Лопатки Двигателя От воздействия Высоких Температур Как и Погодные Факторы Важны И факторы Биологические В этой Лаборатории На авиационных Материалах Выращивают Плесневые Грибы Частую Причину Коррозии Если Образцы Пройдут Испытания Материалы Будут Использованы Во внутренней Обшивке Самолета Здесь Вот У нас Помещены В оксикаторе Образцы Здесь Зеркало Воды На зеркало Воды Находится Образцы Материалов После Испытания Они Могут Приобретать Вот такой Вид Это то есть Гриб Вырос На образцах После этого Мы Оцениваем Их Рабочие Свойства В данный Случай Это были Лакокрасочные Материалы Здесь Оцениваются Адгезия И удар Кроме Прочности И легкости Внешние И внутренние Обшивки Современного Самолета Обладают Еще одним Важным Качеством Материалы Из которых Они сделаны Могут Блокировать Пламя Каждую секунду В аэропортах Мира Садятся И взлетают Несколько Самолетов Каждый День Над землей Пролетает Около 30 тысяч Пассажирских Авиалайнеров За год Только Российские Авиакомпании Перевозят Около 65 Миллионов Пассажиров Люди Предпочитают Самолеты Другим Видом Транспорта Для путешествия На большие Расстояния Это быстро И удобно Авиация Это самый безопасный Транспорт Это все знают Но больше того Это один из самых безопасных Процессов Жизнедеятельности Человека Вообще То есть Нету сегодня Ничего такого В чем можно Поучаствовать Чтобы было бы Безопаснее Чем полететь на самолете Причем везде Неважно где Неважно в какой стране Неважно на каком самолете Поскольку это Глобальная структура Глобальная структура Современные авиалайнеры Одни из самых сложных Машин Созданных Человеком Прежде чем Самолет Примет на борт Первых пассажиров Сотни специалистов Проверят его По множеству Параметров Учтут Такие детали О которых Простой пассажир Даже не задумывается Есть Так называемые Нормы Ледной годности Где Нормируются Какие Отказы Какую Особую Ситуацию Могут Могут Вызвать И Например Вероятность Отказа техники Которая вызывает Катастрофическую ситуацию Очень маленький Это порядка Если вероятность На области Говорит 10-9 степени То есть Техника Проектируется Таким образом Чтобы фатальных Отказов Не было Но есть люди У которых Мысль о необходимости Авиаперелета Вызывает страх Они боятся Даже войти В самолет Во всем мире Их около 20% Тех Кто никогда Не поднимался На борт Воздушного судна Эти люди Аэрофобы Здравствуйте Я Алексей Евгения Очень приятно Ну что Жень Будем учиться летать? Попробую Аэрофобия Не просто страх Это первобытный Почти животный Ужас Который Испытывает человек Перед гигантской Летательной машиной Высотой Или возможностью Катастрофы Не один А целый Комплекс Разных страхов И проявляется он Даже если Аэропорт Находится На экране Проектора Сейчас вы Находитесь В стереокинотеатре По сути Вот С небольшими Дополнениями Скажем так Вот Ваша задача Это попытаться Вжиться в происходящее Так как будто бы Все это происходит Сейчас с вами Мозг Аэрофоба Работает иррационально С одной стороны Впитывает всю информацию Об авиакатастрофах Это убеждает Аэрофоба В опасности полета С другой Блокирует любые данные Которые могут Опровергнуть Это заблуждение Именно по этому Аэрофобу Сложно отличить Виртуальную опасность От реальной Задача психолога Научить пациента Контролировать Свою физиологию И замещать страх Полным расслаблением Жень Сразу попутно вопрос Вот стоя сейчас У гейта И вы смотрите На самолет Какие мысли у вас в голове? Я начинаю нервничать Нервничать почему? Ну Не знаю И дальше Рефлекс срабатывает Ну Возможно Канализация Работает У него световая И звуковая И там женские голоси Будут побежать Ты находишься на большом Голосе Чтобы проверить Как ведет себя самолет В экстремальных условиях Не обязательно Подниматься в небо Испытания на устойчивость Можно провести И на земле С помощью специальных Установок Аэротруп Я буду моделировать Воздействие Порыва ветра Воздействием Воздушного потока На хвостовое Оперение Горизонтальное Тем самым Выводя его На другой режим По углу атаки И Отпустив руку Будем наблюдать Его поведение Современные Авиалайнеры Обладают Статической устойчивостью Это свойство Позволяет Летательному аппарату Поддерживать Обычный режим полета Без участия пилотов На самолет Находящийся в небе Действует множество сил Они обеспечивают Его равновесие Когда порывы ветра Нарушают его В работу Включаются Уравновешивающие силы Они возвращают Самолет На нужный угол И не позволяют Ему терять скорость Реальный Авиалайнер В воздухе Будет еще устойчивее К порывам ветра Чем эта модель В десяти тысячах метров От земли Атмосфера стабильнее Ветер и грозовые облака Остаются далеко внизу А воздух Более разрежен Его сопротивление Ниже И самолет Движется Легче И быстрее Подтверждение Другим Аэродинамическим Характеристикам Исследователи Находят с помощью Этой Аэродинамической Трубы Она помогает Рассчитать Зависимость Подъемной силы От силы Сопротивления Воздуха Силы Тяжести Силы Тяги Двигателя Модели Заменяющие Большие Авиалайнеры Имеют Точные Эргономические Характеристики Своих Больших Братьев Учтена Даже Шероховатость Поверхности Фюзеляжа Иначе На испытаниях Будет получен Неверный Результат В основном Получают Распределение Давления По модели Потом Это переводят В коэффициенты С помощью Определенных Формул И методов Потом Эти коэффициенты С помощью Уже Известных Всем давно И отработанных Методик Переводят Используются Уже В качестве Коэффициентов В формулах Динамики Полета Летательных Аппаратов Полученные данные Необходимы Конструкторам Для работы Над новыми Воздушными Судами Для создания Новой модели Пассажирского Авиалайнера Инженерам Нужно обработать Огромное количество Информации Учесть опыт Прошлого И даже Заглянуть В будущее Это МС-21 Российский Авиалайнер Будущего Созданный По последнему Слову Техники Пока он существует Только на бумаге И в виде Компьютерной Модели Но внутри Лайнера Можно побывать Уже Сейчас Мы с вами Находимся В макете Пассажирского Самолета МС-21 Который Расшифровывается Как Самолет 21 века И в той части Макета Который Представляет С собой Пассажирский Салон Макет Выглядит Именно так Каким его Увидят пассажиры Через несколько лет Здесь все Как и должно Быть В оригинальном Авиалайнере Это необходимо Чтобы у инженеров Была возможность Проверить все Разработанные Ими технические Решения В реальных Объемах Прежде чем Спроектировать Макет Пассажирского Салона Этому Предшествовала Большая работа По выбору Параметров Пассажирской Кабины Каждую секунду В аэропортах Мира Садятся И взлетают Несколько Самолетов Каждый день Над землей Пролетает Около 30 тысяч Пассажирских Авиалайнеров За год Только российские Авиакомпании Перевозят Около 65 миллионов Пассажиров Люди Предпочитают Самолеты Другим видом Транспорта Для путешествия На большие Расстояния Это быстро И удобно Авиация Это самый безопасный Транспорт Это все знают Но больше того Это один из самых Безопасных процессов Жизнедеятельности Человека Вообще То есть Нету сегодня Ничего такого В чем можно Поучаствовать Что было бы безопаснее Чем полететь на самолете Причем везде Неважно где Неважно в какой стране Неважно на каком самолете Поскольку это Глобальная структура Глобальная структура Современные авиалайнеры Одни из самых сложных машин Созданных человеком Прежде чем самолет Примет на борт Первых пассажиров Сотни специалистов Проверят его По множеству параметров Учтут такие детали О которых Простой пассажир Даже не задумывается Есть Так называемые Нормы летной годности Где нормируются Какие отказы Какую особую ситуацию Могут и могут вызвать И например Вероятность отказа техники Которая вызывает Катастрофическую ситуацию Очень маленький Это порядка Если вероятность На области Говорит 10 минус 9 степень То есть техника Проектируется таким образом Чтоб фатальных отказов Не было Но есть люди У которых мысль О необходимости Авиаперелета Вызывает страх Они боятся Даже войти в самолет Во всем мире Их около 20% Тех Кто никогда не поднимался На борт воздушного судна Эти люди Аэрофобы Здравствуйте Здравствуйте Я Алексей Мне очень приятно Ну что, Жень Будем учиться летать? Попробую Аэрофобия Не просто страх Это первобытный Почти животный ужас Который испытывает человек Перед гигантской летательной машиной Высотой Или возможностью катастрофы Не один А целый комплекс Разных страхов И проявляется он Даже если аэропорт Находится На экране проектора Сейчас вы Находитесь В стереокинотеатре По сути Вот С небольшими Дополнениями Скажем так Вот Ваша задача Это попытаться Вжиться в происходящее Так Как будто бы Все это происходит Сейчас с вами Мозг аэрофоба Работает иррационально С одной стороны Впитывает всю информацию Об авиакатастрофах Это убеждает аэрофоба В опасности полета С другой Блокирует любые данные Которые могут опровергнуть Это заблуждение Именно поэтому Аэрофобу Сложно отличить Виртуальную опасность От реальной Задача психолога Научить пациента Контролировать свою физиологию И замещать страх Полным расслаблением Жень Сразу попутно вопрос Вот Стоя сейчас у гейта И вы смотрите на самолет Какие мысли у вас в голове? По выбору шага кресел По Его Архитектурной компоновке И по тем Требованиям Которые предъявляются Пассажирскому самолету Как транспортному средству Салон самолета Спроектирован так Что любому пассажиру В нем будет удобно По сравнению С другими Авиалайнерами Фюзеляж МС-21 Значительно шире Это ноу-хау Позволило Конструкторам Увеличить ширину Прохода Между рядами кресел На самолете МС-21 Выбрана архитектура Багажных полок Так называемого Ковшового типа Когда Створка с багажом Открывается Снизу вверх Это позволяет Разместить Багаж В ковше полки На уровне Человеческого роста Всех Ростовых категорий И подобрать Ось Вращения полки Таким образом Чтобы Усилие По закрытию полки Было оптимальным Для всех Возрастов Новейшая система Кондиционирования Будет поддерживать Влажность И давление Воздуха На более комфортном Для пассажиров Уровне По сравнению С существующими Самолетами Если все Самолеты Рассчитываются На давление 2,400 Над уровнем моря То наш Самолет 1800 Соответственно У нас будет Меньше Закладывать Уши При полете Стадия Проектирования Новой модели Может длиться Десятилетиями В расчет Принимается Все До мельчайших Подробностей Особенное Внимание К весу Самолета Учитывается Даже масса Каждой гайки Чем самолет Будет легче Тем больше Пассажиров Он увезет На большее расстояние Потом определяется Грузоподъемность Каждого багажника И каждой секции Багажника Выводится ограничение Что в данную секцию Багажника Можно заложить Вот такое-то Количество груза Потом авиакомпании Руководствуются Данным документом Главное При проектировании Самолета Это его надежность В целях безопасности Все системы Обязательно Дублируются Дважды А некоторые И трижды В случае отказа Одной системы В самолете Автоматически Включается Ее резервный вариант При проектировании Этих систем Учитывается Не только Их размещение Но и удобство Обслуживания Вот у меня появился Еще один отсек Носовой Мы можем посмотреть Например Допустим Мне пришла информация Что разместились Были размещены Новые блоки Какие-то Из новой системы Они вот в этой области Допустим На стеллаже Опять же стоят Я Подгружаю необходимую Мне обстановку И смотрю Например Вот у меня есть люк Через который Должен человек Попадать в отсек этот И Обслуживать Это оборудование И мы смотрим Нет ли каких-то конфликтов С другими системами Сегодня бумажные чертежи Инженерам требуются Все реже Детали и поверхности Самолета Создаются с помощью Математических Компьютерных моделей Для высокотехнологичного Производства Чертежи Тоже не потребуются Электронные модели Загрузят станки Как обычные файлы Вот Это теоретическая модель Вот Носовой части Цели Фюзеляжа Крыла Оперения И Маршевые Соловые установки Эти модели Потом передаются В отдел Или КБ Или на производство На завод По этим Перетическим контурам Изготавливаются Детали самолета И Потом все Собираются Выходят на сборку Кабины экипажа Проектируются С помощью Новейшей Компьютерной Программы Которая Самостоятельно Рассчитывает Множество Разных параметров Например Как лучше Расположить Кресло пилота Ведь он должен Не только легко Дотянуться До любого Органа управления Но и хорошо Видеть Все датчики И мониторы Нервничать Почему? Не знаю Дальше Рефлекс Рабатывает Ну Возможно Всего За один сеанс Виртуальной экспозиции Аэрофоб Может совершить 20-30 взлетов Этого Вполне Хватает Чтобы прекратить Активацию Механизма страха Что мы можем Поменять Это образ мышления Потому что Образ мышления Аэрофоба Опять же Он состоит Из определенных ошибок То есть Самолеты Все время падают Да Если что-нибудь Случится Он упадет Что-то такое Это ошибка Мышления Потому что это неправда Самолет состоит Из 14 миллионов частей Понятно Что что-нибудь Может случиться С каждой из них И все это прекрасно понимают То есть Все кто Строит самолет Его эксплуатируют Пилотируют И так далее Все прекрасно понимают Что каждая из этих 14 миллионов частей Может и даже должна Когда-то отказать И это не значит Что самолет Должен упасть Камнем вниз Что удерживает Самолет в небе Что случится Если из строя Выйдет один двигатель Или все сразу Страх человека Который боится летать Основан на незнании Чтобы избавиться От ужаса Предстоящего Авиаперелета Аэрофобу Нужно как можно Больше узнать Об устройстве Современных Авиалайнеров С точки зрения Безопасности Предусмотрено Практически все Для того Чтобы обеспечить Требуемую Безопасность Полетов Кажданских Самолетов Нужно посмотреть Как все это делается И у вас есть Уникальная возможность Посмотреть И в чего Стоит самолет И что такое Вообще В общем смысле Гражданское Воздушное судно Камнем вниз Самолеты Действительно Не падают Пока у них Есть крылья И скорость Это попросту Невозможно Все дело В законах Природы Благодаря А не вопреки Которым Летают Современные Лайнеры При взлете Самолет Развивает Большую скорость До 350 Км в час В небо Его поднимают Двигатели Их тяга Толкает Авиалайнер Вперед Но главную Работу Выполняют Крылья Именно Они поднимают Самолет Вверх Создавая Подъемную силу И только Благодаря Крыльям И их особой Форме Огромные Машины Удерживаются В воздухе Если посмотреть На крыло Самолета В разрезе Оно имеет Форму Перевернутой Капли Когда оно Рассекает Воздух Во время Движения По верхней Выпуклой Кромке Крыла Воздух Проходит Больший Путь Чем вдоль Нижней А значит Скорость Движения Воздуха Поверх Крыла Выше И давление Ниже Медленный Воздух Под крылом Давит на него Сильнее Так как Снизу Создается Более Высокое Давление Так Во время Полета И поддерживается Подъемная Сила Подъемная Сила По той же причине Самолет Не может Упасть Даже если Во время Полета У него Откажут Все двигатели Он продолжит Движение Почти С прежней Скоростью Просто По инерции Как планер В подобных случаях Пилоты Под небольшим углом Наклоняют Нос Авиалайнера К земле И его Разгоняет Сила земного Притяжения Обеспечивая Необходимую Для планирования Скорость Главное При этом Отслеживать Угол атаки Птица При любых Углах Атаки Никогда Не сорвается Штупор Силу того Что крыло Крылья птицы Так же Как и перья Они все Работают Как единый Механизм Обеспечивая Наиболее Оптимальное Обтекание Воздушного потока Крыло Самолета Должно быть Расположено Под определенным Углом К направлению Движения Это и есть Угол атаки Под которым Воздух Дует на крыло Чем он больше Тем больше Подъемная сила Но вместе с тем Увеличивается И сила сопротивления Который буквально Сдувает самолет Если угол атаки Будет слишком велик Сопротивление ветра Развернет Летательный аппарат В штопор Это угол атаки Примерно 18-20 градусов Если больше Угол атаки То у пилота Будет и сигнал Проверить Насколько Программа Справилась С порученной Ей задачей Тоже можно На макете Основное внимание Уделяется Выполнением Как современных Так и Перспективных Требований По безопасности Выполнения Полетов Именно Исходя из этого И Размещалось Оборудование В кабине И Устанавливаются Такие системы На самолете МС-21 Чтобы Повысить Безопасность При взлете Полете И посадке Завершения Полета Самолета Для облегчения Полета На самолете МС-21 Будет установлена Опциональная Система Индикаций Для улучшенного Видения В сложных Погодных Условиях На основном Индикаторе Появляется То что Летчик Обычно Видит При хороших Метеоусловиях То же самое Появляется На основном Индикаторе В плохих Метеоусловиях То есть Вот эти системы Улучшенного Видения Индикатор На вбавом Системе Синтезированы Они как бы Составляют Единое целое Обшивка Не менее важная Часть современного Авиалайнера Чем легче Материалы Из которых Создана конструкция Тем легче Самолет Значит На борт Он сможет Принять Больше пассажиров И больше Топлива Сэкономить Однако Вес фюзеляжа Не должен Сказаться На его прочности Если всего Полвека назад Для самолетов Использовались Алюминиевые сплавы Сегодня Все чаще Заменяют Композиционные Материалы А не легче Алюминия Устойчивее К перепадам Температур И высокой скорости Создавая материал Мы должны понимать Мы должны Реализовывать Единство И неразрывность Трех моментов Единство Материала Технологии И конструкции Нужно понимать Как ведет Тотальный Материал Как ведет Тайная конструкция Как себя ведут Сочетания Различных Материалов Конструкции При воздействии Климатических факторов Это не теплица На крыше И не система Солнечных батарей Это лаборатория Климатических испытаний Всероссийского института Авиационных материалов Новые материалы Для обшивки Летательных аппаратов Проходят здесь В проверку Дождем Ветром И обычным воздухом Для некоторых Подобные опыты Длятся годами На примере Образца Металлических Клепаного соединения Проходящего экспозицию Длительный срок Примерно 10 лет Видно, что На торцевой поверхности Образца Происходит Расслоение Материала А на поверхности Защищенным Покрытием Не происходит Повреждений Что говорит нам О защитных свойствах Также на другой стороне Представлено Другое Защитное покрытие На котором тоже Только начало Очагов Коррозии Только такие испытания Позволяют выяснить Как будет вести себя Материал В реальных условиях А от этого Напрямую зависит Как долго прослужит самолет И насколько безопасным Он будет Для пассажиров Если говорить о самолете О двигателе То там Нужны специальные Такие же покрытия Которые бы защищали Конструкцию Алюминиевый сплав От воздействия Климатических факторов Нужно защищать Полимерные композиционные Материалы От воздействия Ультрафиолета Солнечной радиации Нужно защищать Допустим Лопатки двигателя От воздействия Высоких температур Как и погодные факторы Важны и факторы Биологические В этой лаборатории На авиационных материалах Выращивают Плесневые грибы Частую причину Коррозии Если обратно